Всем здравствуйте! Я рада, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня будет видео по запросу о самых неприхотливых сортах фиалок. Это видео для новичков, скорее для тех, кто только начинает собирать свою коллекцию. Для тех, кто гоняется за новинками, я думаю, будет не очень интересно, потому что у меня в основном здесь старые сорта. Я считаю фиалки неприхотливыми, те, которые на окошке без подсветки цветут довольно приличной шапкой и не держат руки вверх. Также я их укореняю или пересаживаю раз в год, то есть со всем, которые требуют мало ухода. Давайте начнем с сорта Lines Pirates Treasure, селекционер Sarana, 96-й год. Замечательный яркий сорт. Посмотрите, цветы не очень крупные, вот если с моим пальцем посмотреть, да? Но очень яркий, всегда собирает шапку. Розетка не смотрит руки вверх. И довольно приличная шапка. Я знаю, что этот сорт частенько любит загущать серединку. Да, есть такое у него по молодости. И, соответственно, если у вас не очень солнечный подоконник, даже это лучше для этого сорта. АВ Наполеон. Это уже поновее сорт, по-моему, то ли 19-го, то ли 20-го года, если я не путаю. Это очень-очень крупные цветы. Вот здесь есть самый первый цветок. И он очень крупный. Смотрите, какой крупный. Розетка красивая, не держит руки вверх. Он у меня сначала стоял и на стеллаже, и с зимы уже стоит на подоконнике. Руки не вытягивает. Цветоносы нормальные, недлинные. Собирает шапку. Просто я боюсь, что я не успею его заснять. Поэтому показываю вам, можно сказать, в полуроспуске. Шапка хорошая будет. Так что сорт очень достойный. И неприхотливый, я считаю. Для полной картины покажу вам шапку, да, А.В. Наполеона. Вот он распустился полностью. Хорошая, большая шапка. Как вы видите, без подсветки, на подоконнике. Очень рекомендую этот сорт. Очень он мне нравится. Это еще один сорт. Очень неприхотливый в моей коллекции. Но это спорт. Это спорт от сорта Кармен Прилудской. Вот это уже ретро-сорт. Он 90-го года. Я немножко смеюсь, когда коллекционеры сорт, который вышел 5-10 лет назад, уже называют ретро-сортом. Вот это настоящий ретро-сорт, которому уже 32 года. Должен быть он белым с фиолетовой карандашной каймой. Ну, у меня постепенно он ушел в спорт. Вот такая крупная розетка. Но она ровная, красивая, аккуратная. Стоит на самом темном окошке. Но это не мешает ей цвести почти круглый год. Так как это ретро-сорт, то цветоносы лежачие. Я частенько это вижу у стареньких сортов. У Макуни, например. Вот такой интересный спорт. Ну и, конечно же, в эту подборку я включу старые сорта. Это ЕК Морской Волгой 2006 год. Он очень многими любим. Все, наверное, знают этот сорт. Но, если вы не знаете, попробуйте вырастить. У него очень крупные цветы. Но в описании написано 6-7 сантиметров. Вот по сравнению с моей рукой, смотрите, они крупные. Цветет он на подоконнике с начала весны и, наверное, по ноябрь. То есть даже в темное время последнее цветение можно увидеть. И это не 2-3 цветочка, а приличная шапка. Достойный сорт. У него крупная розетка. Вот видите, в сравнении с рукой. Крупная, да, розетка это стандарт. Но он очень хороший. Стандартная фиалка 2006 года. Рекомендую для тех, кто любит голубые фиалки. Еще один сорт, который, на мой взгляд, отлично цветет на подоконнике. Это НК Лилон Лила. К сожалению, он немножечко у меня заплыл. Белая кайма должна быть более яркая. Но и так тоже неплохо смотрится. Итак, розетка крупная. Имейте в виду. Скорее всего, это не я ее раскормила. Ей уже, наверное, года три. И вот такие красивые цветы. Цветоносов много. Вот здесь еще даже не раскрылись немного. Прилично издалека смотрится шапка. Единственное, что я знаю, что очень многие не обращают на это внимание, что цветоносы от тяжести цветов ложатся. Поэтому я вам и советую. Потому что очень многим это не важно. Главное, цветы. Они красивые, большие. Да, цветоносы немножко слабоватые. Но красота цветов, неприхотливость, большая шапка. Цвет приятный. Можете присмотреться к этому сорту. Это сорт Ваше Величество, селекционера Макуни. Сорт 2000 года, может быть, даже раньше. Почему я его рекомендую? Потому что у него хорошая шапка собирается. Розетка крупная, стандартная, как вы видите. Стандартная, большая розетка. Цветы не очень крупные. Не по 6 сантиметров. Но они довольно рюшастые. И их очень-очень много. Если же у вас всё-таки совсем тёмный подоконник, то цветоносы могут у вас немного лежать на листьях. Если же достаточно, как у меня на северо-западном окошке, то этот сорт собирает хорошую шапку. Хорошая большая шапка. Хорошие рюшастые цветы. Очень многим нравятся розовые, например, фиалки. Чтобы они были такие, как это сказать, махровые. Видите, это не однородный белый цвет. Ой, розовый цвет. Он даже с белым. Хорошо стареет цветок. Не портится серединка. Мне кажется, очень достойный, доступный сорт. Также из малых стандартов мне хочется вам порекомендовать тоже всем известный сорт Масс Мелоди Геол. Он один из первых стандартов, у кого появилась вот такая вот интересная геол листва кудрявая. Он у меня подстыл на подоконнике. Вот так выглядят, как это сказать-то, подмороженные листики, да, сквозняк. То есть это не больные листья. И вот эти вот кудрявые, это тоже не больные листья. Это такой тип листвы. Розетка компактная. У кого-то она растет как полуминиатюра. Я бы сказала, что у меня это малый стандарт. Красивые цветочки. Довольно крупные. Их много. Посмотрите на цветоносе. Их минимум 4 штучки. Вот здесь даже 6. Расцветка веселенькая, яркая. Розовый цветок с малиновой такой каймой из фэнтези. И еще и белая кайма. Мне кажется, он нарядный, хороший, компактный. И на окошке цветет тоже нормальным, хорошим букетом. Здесь еще много бутонов. Показываю вам в таком полураспустившемся состоянии. Для тех, кто хочет что-то необычное. Не обычную зеленую листву, как, например, вот здесь. А кудрявую. Ну и последние несколько сортов. Давайте, а то видео совсем будет длинным. Это ПТ Первое свидание. Мне очень нравится этот сорт. Хотя не сказала бы, что он в моем вкусе. Но за его обильное цветение, за большое количество, смотрите, цветов на цветоносе. Почему бы не иметь такой сорт? Посмотрите, сколько цветов. Он у меня еще тоже в полуроспуске. Розетка очень аккуратная. Листья красивые, хорошие. Сами раскладываются, как многие любят говорить. Не очень крупная, в принципе. С белым глазком. Такая вот Анютка. Похожа чем-то на Оптимару. Не помню, Миленея, что ли. В общем, чем у фиалки проще цветочки, тем она охотней цветет. И букет у нее больше. Ну и, соответственно, цветоносы не валяются. И давайте последний сорт. Как же вообще наша коллекция без ЕК «Черная жемчужина». Наверное, это самый такой мой первый сорт, который у меня появился в самом первом заказе фиалок. Да, черная жемчужина. Цветы тоже по 6 сантиметров. Я вот не помню, то ли это 2003 год, то ли 2006. Такие розочки, которые ни с чем не спутаешь. Я всегда его вижу на выставке, то есть определяю даже без надписи, что это «Черная жемчужина». Мне кажется, этот сорт уникальный, узнаваемый. Тоже показываю вам в полуроспуске. Вот здесь много цветоносов. Ну, как и должно быть, да? 6 цветоносов. Раз, два, три, четыре, пять. Да, пять цветоносов. Я думаю, вы все знакомы с этим сортом, даже новички. Вот это вот мои рекомендации по коллекционированию фиалок. Какие вы можете приобрести в самом начале. Неприхотливые, охотно цветущие, которые не требуют дополнительной подсветки. На этом я с вами прощаюсь. Кому было интересно, пожалуйста, комментируйте.